Очередной матч чемпионата париматч про хоккей Лигасы позади. Снежные барсы во второй встрече принимали команду из города Кокшитау. Не менее интересный по сравнению с первой игрой. Отличался он обилием заброшенных шайб. Обо всем немножко по порядку. Традиционно все началось в предвкушении того, что будет разгром в этой встрече. И, конечно, Арлан постарался сделать максимум и выжать максимум из того, что мог дать на сегодняшнюю игру. На седьмой минуте Александр Меншиков при помощи Данилы Карабань и Кирилла Полохова распечатывают ворота Юргиса Дубинскаса, реализовав численное большинство. Далее 17-я минута и уже Карабань, отличившийся ранее передачей, забрасывает первую шайбу в ворота. А для Кокшитау она становится второй. 2-0 Лихотников и Клочков в ассистентах. Тут же спустя 30 секунд Артем Лихотников с легкостью расправляется с Дубинскасом. И Жарков и Костромитин результативные передачи записывают на свой счет. После перерыва, пятая минута, снежные барсы забрасывают одну шайбу. Роман Ермак открывает счет для команды хозяев площадки Илья Шапоров и Клементий Царев в результативные передачи. Ну и там дальше уже, как говорится, извините, подвиньтесь и поехали. 30-я минута, Орланд забрасывает четвертую шайбу Гребенщиков, отличается в большинстве Мехнин и Карабань результативные передачи. Немногим позже, чуть там 2 минуты практически, у нас получается шайба заброшенная от Михайлова в большинстве. Дальше Мехнин, шайба тут же спустя там несколько минут, ну сколько-несколько, 9 с половиной, там даже больше минут 6-1. Мехнин, Лихотников, Клочков, результативные передачи, Каролинский на 49-й минуте, 7-1 при помощи Егорова и Менщикова. 50-я минута, Данила Карабань, 8-1. Эдуард Михайлов, Карабань оформляет дубль. Михайлов, автор результативной передачи, 9-1 на 56-й. Карабань, хэт-трик, Данила Ларионов, автор передачи результативной. 57-я минута, Лихотников выполняет дубль, 1-10, Костромитин и Полохов, авторы результативной передачи. Вот такой насыщенный и богатый на заброшенные шайбы был у нас матч. Будем следить и за дальнейшим продвижением команды Орла, ну и естественно желать молодежи, подрастающему поколению, команде Снежной Барсы, продвижение по турнирной таблице, найти свою игру, чтобы эти парни 2005 года рождения смогли, естественно, почувствовать, что играют против настоящих мужчин, которые намного старше их и дальше, естественно, могли показывать довольно хороший хоккей. А уж в том, что наша молодежь казахстанская в хоккее имеет большое будущее, это уж можно сказать точно и с уверенностью. Главное не останавливаться и идти вперед. Это Роман Шефер, так же, как и Юргис Дубинскас, очень много сегодня у нас поработали в воротах. Ну и итоговый счет 1-10. Хозяева уступают, ну и 10-1 выигрывает как штабский Орлан, с чем мы и поздравляем подопечных Павла Александровича Валентенко. Субтитры создавал DimaTorzok